Ну что, давайте я напомню, зачем мы в прошлый раз остановились. В прошлый раз мы остановились на том, что определили осмотрение точек на электрической кривой. Так, была электрическая кривая. И осмотрение точек определилось очень просто с помощью вот такой вот картинки. Говорили, что их по определению есть какая-плюс. Соответственно, если у вас есть клевая E, в любое поле K, тогда E от K, то есть множество решений, уравнений, соответствующих уравнений с координатами, переверачивающими в K, оказывалось в Альбелевой группе относительно этой операции. В качестве ненавиатой Альбелевой группы, напомню, была точка на бесконечность. Вот, у вас точка на бесконечность, множество точка на бесконечность, и мы один из 4. В чем преимущество, в чем замечательное свойство этой конструкции? Свойство замечательное такое, что если у вас есть какая-то точка P, принадлежащая E от K, например, E от U, такая рациональная точка, вот, тогда вы по ней можете построить точки 2P, тоже принадлежит Я от K, 3P принадлежит Я от K, ну и так далее. То есть, по одной точке у вас получаете сразу много точек рациональных. Совершенно удивительно, что это возможно. А приори вообще, если вам дали произвольную многообразие, там, произвольную грибу, и непонятно, почему можно устроить новую рациональную точку. На самом деле, априори нельзя. А вот здесь можно. Если у вас есть две рациональные точки, то у вас еще больше возможностей. Вы можете построить точку P плюс Q, P плюс 2P, 2P плюс Q и так далее. Вот. Вот оказывается, на самом деле, на Q, над рациональными числами, существует конечный набор точек, которые порождают все. С помощью которых можно получить любую точку на этой электрической кривочке. Давайте я сформулирую таремку Варделла-Вейля. Которая будет сформулирована. Я так сформулировал, что она означает, но более математически строго она сформулирует в новом следующем образе. Е от Q. Конечная порожденная Абелева группа. А что такое конечная порожденная? Абелева группа. Сейчас скажу. Ну, конечная порожденная, значит, у нее конечная числообразующая. Но с другой стороны, можно задать более эквивалентное, более явное определение. Что это Z в какой-то степени конечной. То есть, Z в степени ОЕ, плюс конечная часть, какая-то Z, O, Z, O, N, O. Извините, не Z, так как Z, T. Плюс, какая-то конечная часть, какая-то группа T, такая, что T конечная. Ну, то есть, прямая сумма, прямая сумма, прямая сумма Z-поинта. Да, что, вопрос? Это степень РОЕ. Это, какая-то Z в степени РОЕ, это РОЕ, Z применен, которая взята в сумме с собой много-много раз. РОЕ раз. А, надо перед таком писать, перед РОЕ, плюс и кружочный. Ну, это как хатичка, можете писать плюс-блюс кружочный. Давайте, если вам так очень нравится, я напишу плюс кружочный. Можно просто, это Андрей Вей или Гилл Андрей? Это Андрей Вей. Вот такой вот. А Мордел как пишет? Мордел пишет, как Мордел. Если хотите, если есть такая просьба, то я могу писать все английские имена по-английски. Французские имена по-французски. Вей или, на самом деле, французские. Главное, чтобы не было японских математик. Да, но с этим есть некоторые слова. Надеюсь, аудитория меня не попросит. Японские математики у нас появятся. Как вы можете догадаться мне вопрос о Грише, он просто так вопросов не будет задавать. Хорошо. Вот такая теорема замечательная, которая показывает, что она означает, еще раз, вполне, на пальцах. Означает она следующее, что существует конечный набор точек, конечный набор, из которых операции, вот такими вот операциями геометрическими, проводим через них прямую, берем, то есть, полисечение, отражаем, получаем новую точку. Вот. Конечный набором таких операций получаются все рациональные точки на кривой. Вообще все. Вот. То есть, это дает описание того, как устроены точки. По-моему, для двух фактов. Вопрос. Возникает два вопроса. Естественно. Первый вопрос. Как найти ранг? Второй вопрос. Как найти Д? Если мы можем найти, ответить на эти два вопроса, найти Д, найти образующие этой группы точки, ну или хотя бы ранг, то фактически задача решена. Вот. Оказывается, что на второй вопрос ответить просто, на первый вопрос ответить сложно. Вот. Например, в качестве того, насколько сложный может быть первый вопрос, я скажу, что про ранг действительно очень мало чего известно. Такая гипотика, что существует эллиптическая кривая Е, вернее так, РОЕ, не ограничен. Ранг эллиптических кривых не ограничен на множестве, на множестве эллиптических кривых. Ну, на вкуп, суффициентный вкуп. Пока у нас все на вкуп. Что это означает? Ну как, что для любого, что не существует верхней границы на число ранг. Неверно, например, что для любой кривой, эллиптической кривой на вкуп, эллиптической кривой, ранг, куда это число, оно меньше, равно 28. А, имеется в виду, что может быть любое количество имя. Ну, любое, даже не любое, а просто сколько угодно большое. Мы не говорим, что все значения принимаются. Совершенно удивительно. Мы не можем сказать, насколько большое это число может быть. Не умеет. Например, чтобы показать, насколько мы не умеем это делать, например, обычно каких-то таких, такого рода задачек, пример, числа бывают, границы бывают довольно большие. Вот здесь вот мы знаем максимально известный, известный это известный ро-е больше, равно 28. Что значит, больше, равно 28? Это значит, что считать мы ранг не умеем, но знаем, что он больше, равно 28. Можем подберить кривую, которая ранг больше, равно 28. Но считать этого мы его не умеем. Здесь это, на самом деле, очень сложное. Теорема Марда-Убери приводит к очень сложным, математически, объективно сложным вещам. Вообще-то, когда я сказал, что считать не умеем, ну, на самом деле, умеем. А умеем мы его считать по моду Гипотти Борджисон Тунда, которое, я говорю, в уведении, которое непосредственно связано с задачей оконгурганции числа. И мы с вами... Можно найти в интернете угоднение такой прибыли, как это и 28 точек. Вот, 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 посмотрите. У меня, к сожалению, нет слайдов, надо было подготовить, чтобы пугать какими-то большими чайсами. Вот, но, кстати, есть чай, который может помочь это делать. Вот, так вот, максимальный известный ранг 28 позволяет найти ранг Гипотти Борджисон Тунда Дайера. Но, к сожалению, она не доказана. Вот, про Гипотти Борджисон Тунда Дайера мы поговорим чуть позже. А пока давайте посмотрим на... Посмотрим на... Вот эту группу. На Т. Оказывается, что с группой кручения, вот с этой точкой конечного порядка, что значит, что точка принадлежит здесь? Это значит, что принадлежит вот этой группе. Это значит, что вы берете ее кратности, значит, П принадлежит вот этой частью Z в степени его Дайер, означает, равносильно тому, Что... Равносильно тому, что последовательность P, 2P, 3P и так далее не зацикливается. Я, конечно, говорю очевидную вещь, но, может быть, это полезно для понимания. То есть, иначе, мы все время получаем новые точки. Вот такой вот операции. С другой стороны, наоборот, если она лежит вот в этой группе T, то, конечно, в конечной группе кратное, у каждого элемента есть конечный порядок. Вот. Как найти эту конечную группу? Ну, давайте я скажу, какой есть несколько теорем, две общих теоремы на этот счет. Вернее, одну общую теорему, одну конкретную, одну конкретную, две общие теоремы и одну конкретное вычисление. А вычисление мы будем делать до нашей кривой, которая связана с ингредиентами числа. Теорема. Называется теорема рутсы нагеля. Рутс. Это я не могу говорить. Рутс. Нагеля. Вот, еремо рутсы нагеля. Извините, но вы обещали полотенце писать. Да, я обещал. Ладно, как я обещал. По-моему, так. Два L. Окей. Теорема звучит следующим образом. Пусть... Да, я забыл написать, что точки из T — это точки кручения. Это по определению точки кручения. И обозначается это T как GER от Q с индексом TORS. So TORS — включение. А точки кручения — это что такое? Точки кручения — это группа T. Точки из группы T. То есть они имеют конечный порядок. Это все точки конечного порядка на электрической кривой. Определённые просто точки конечного порядка, которые применяют конечное число раз вот эту операцию сложения, и получится 0. Так вот, теорема Луцинаги. Пусть E задаётся сравнением таким вот Y квадратным, а не X квадратным плюс X плюс B, как обычно. Но предполагаем, что A и B не рациональные, а целые. Этого можно добиться довольно просто. Просто взяв, заменив Y и X на некоторое DY и DX. Ну, то есть умножить будет кратко. А B — целые числи. Это не сильно изменится. А B — целые числи. Вот. Пусть X0, Y0 принадлежит вот этой группе точек кручения. То есть точка конечного порядка. То есть существует N такое, что X0, N, X0, Y0 равняется 0. Ну, по определению точек. Ну, это то же самое. Если вы вычтете X0, Y0, то это будет равняться... Это хорошо правильно задать вопросы, потому что наверняка ещё кто-то не понимает. Вот. И, кроме того, предполагаем, что Y0 не равно 0. Ну, если Y0 равно 0, то у вас есть несколько точек конечного порядка, которые очевидны. Точка конечного порядка. Я потом про это скажу. Это, на самом деле, корни вот этого уравнения, если они не лежат в конце. Вот. Это точка порядка 2. По определению точек порядка 2 ясно что-то сложить. Вот. Y0 не равно 0. Тогда что имеет место? Тогда X0, Y0 целые числа. Просто самые обычные целые числа. Но это не достаточно, чтобы найти точку конечного порядка. Потому что найти целое решение, уравнение такого. Это задача не из людей. Вот. Хотя это уже науку делать умеете. Это империальное следствие, например, Тианин Бейкера алгоритма. Если вы когда-нибудь про это слышите. Вот. Во-первых, координация точки X0 и Y0 целые числа. И Y0 в квадрате делят дискриминат. Который я вспоминаю, я уже много раз писал. Это минус 16, 4, а в кубе плюс 27b в квадрат. А вот это уже позволяет найти все точки вкручения. Почему? Потому что у вас конечное число делительное дискриминат. Значит, конечное количество возможностей для Y0. Которые можно попробовать. Пробуйте, подставляйте, в это уравнение смотрится. Имеет ли кубическое уравнение целый корень или нет? Если имеет, то это будет вам... Что надо проверить, является действительно... Ну, надо проверить, посмотри. Если нет, то нет. Вот. Хорошо. Это была первая теорема. Я обещал вам две теоремы сформулировать. Которые связаны с точкой X0, группой вкручения. А вторая теорема гораздо более удивительная, чем эта. В эту теорему можно проверить, она доказывается не очень сложной. Вот. Если вы маленькое, может быть, отступление полезное. Если вы заинтересовались в теории элитических кривых и не любите читать на английском, например, книжку Сильвермана, то вам может помочь книжка... По-русски, по-моему, она... ХНАП. Она переведенная. ХНАП. Элитические кривые. Книжка написана очень простым языком в начале. Дальше она идет... Ближе к концу она сильно усложняется. Но вначале она доступна, должна быть любому школьнику. Очень хорошо написана, очень подробно, понятно. Все объясняет, все геометрически, наглядно. Пишется формула. Не всегда лучшим образом в смысле... В смысле понимания. Не всегда это дает понимание. Там нет большой науки иногда местами, где она уместна. Вот. Но, тем не менее, книжка хорошая. Вот. Так что обратите на нее внимание. А вот теорема. Теорема такого... Барри Мазера. Мазер. Мазер. Если по-русски. Вот. Так вот, теорема этого Фари Мазера... Какие-то по-русски, какие Английски. Все по-английски. А, х. а а а а а рукописная зэ вполне пишется так же как русская зэ я знаю, но тогда будет непонятно по английски или по английски рукописная зэ есть то есть может писаться как русская зэ вот я специально исправлю, чтобы было понятно в нервном языке написано так вот теорема Мазуэра совершенно удивительная и невероятная почему она пополняется это сложный вопрос это связано с модулярными кривыми описанием рациональных точек на модулярных кривых чтобы это не значить это тоже задача о некоторых диафонах двух сравнений но очень красивая и интересная задача связана с модулярной формой про которую мы говорим чуть позже так вот она утверждает следующее что оказывается вот этот вот порядок группы е конечного порядка для любой эллиптической кривой ограничен числом 24 это порядок 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 количество элементов это количество элементов в множестве вот оно досягается да чисто гается на самом деле был у Мазуэра есть список явный список групп которые которые получаются которые имеют которые получаются в качестве групп кручения эллиптических кривых не все числа достигаются здесь например нету группы вот такой z по 11z нет не бывает она группы кручения эллиптических кривых и это на самом деле доказывается методами теории эллиптических кривых это довольно хитрое хитрое утверждение связано это это к сожалению нас ведется далеко наука очень красивая когда-нибудь надеюсь узнаете вот теорема совершенно невероятная почему она должна иметь место непонятно но тем не менее имеет так давайте теперь я докажу наконец-то вот я сформулил много красивых теорем теорема Мордова-Вейеля у Цинагеля проще чемодель Мазура давайте что я докажу да еще маленькое одно слово про теорему Мордова-Вейеля я забыл это упомянуть на самом деле метод доказательства теоремы Мордова-Вейеля это бесконечный спуск вы помните мы доказывали бесконечного спуска отсутствие точек на отсутствие то что 1 это неконгруиентное число вот доказательства теоремы Мордова-Вейеля это такая хитрая версия бесконечного спуска вы тоже пытаетесь вы доказываете грубо говоря что никакую точку нельзя делить на 2 бесконечно долго ну вот это может быть от того что я сказал до доказательства теоремы Мордова-Вейеля очень далеко вот но тем не менее идея в данном случае именно такая нужен бесконечный спуск и от сферма мы никуда не уходим видите даже относительно современных теоремов вроде теорем Мордова-Вей так давайте я попробую рассказать теперь про доказать некоторые утверждения которые покажут вообще даст немножко вкус к доказательствам в области арифметики теории чисел она такая типичная доказательства может быть не очень сложная но тем не менее типичная довольно красивая предложение предложение мы будем делать вот что что мы будем описывать точки кручения на кривой на кривой у квадрат равняется х кубе минус с квадрат х вот что это точки какие точки ну какие то мы уже знаем какие мы знаем давайте аудиторию включайтесь ну точки перегиба это хорошо но они могут быть нерациональны и не ну во первых бесконечность я уже написал еще как 0 0 0 0 0 0 0 0 0 это конечно точка поручения потому что она она удвоенная по определению смотрите как выстроена может быть стоит нарисовать картинку кривая устроена следующим образом у вас есть у квадрата равняется х кубе минус 1 значит у вас есть такая штука вот такой вот овал это точка 0 это точка минус s 0 а здесь есть такая вот штука точка s вот ну и ясно если вы складываете точку 0 0 с собой то получится 0 да конечно и вот эти точки тоже с собой складываются получается это конечно точки крути вот оказывается ничего другого нет что плюс минус с 0 и все какой рациональный точек крути у нас точек крути давайте рациональные вы правы надо спасибо рациональность рациональные точки крути это только вот такие и больше ничего так давайте не будем снимать картинку как это доказывать догадательство догадательство на самом деле довольно красивое ну смотрите относительно точек порядка 2 точки порядка 2 это собственно вот такие точки которые лежат вертикально в касательстве ясно просто из геометрических соображений что точек порядка 2 других нет ну или хотите написать форму да для всех этих точек вот для этих точек 2 умножить АП равняется 0 так значит точки порядка 2 точек порядка 2 порядка равного 2 нет это просто в смысле других порядок другим так пусть значит что у нас еще есть варианта как помните если наверно знаете кто-то читал что-нибудь про теорию три варианта два варианта 3p равно 0 и 4p вот нет подождите это я пока разбираю простые случаи других нет это мы сейчас уже с вами доказывали сложная теорема вот два конкретных случаев разбираем ну геометрически точка порядка 2 должна лежать на вертикальной касательной ну по определению просто что значит что точка имеет что вы смотрите на точку 2p 2p значит вы проводите касательную точку что значит что она равна нулю это значит что касательная вертикальна вот это геометрическая интерпретация алгебраического равенства вот с другой стороны если вам не нравятся геометрические картинки вы всегда можете воспользоваться формулами у вас мы на прошлой лекции писали замечательную формулу для сложения точек металлической кривой берете формулу для удвоения точек это не очень страшно и подсмотрите на решение уравнения которое задает это задает формулу для удвоения точек вы узнаете что других решений нет а ведь правда что точка порядка 2 не может быть больше 4p правда не может быть больше но мне не хочется так говорить вот вот вообще на самом деле точек порядка не может быть больше чем n квадрат но и группа точек порядка если вы не требуете чтобы поле чтобы координаты лежали в q она изоморфа zpnz ну по крайней мере если вы рассмотрите на поле спиной но нам мы сейчас не будем опираться на столь высокие факторы хотя он не очень высокий но тем не менее то это делается с помощью давайте я скажу это как упражнение доказать что нет значит это можно делать либо с что по поводу 3p равно нулю вы можете свести это это точка перегиба вы можете убедиться что точек перегиба рациональных нет из геометрических соображений другой вариант можно сказать что это уравнение то же самое что 2p равняется минус p а 4p это уравнение значит это равносильно тому что 4p равно нулю это равносильно тому что 2p равняется минус 2p ну и записать все в координатах это для сильных духом но в принципе это делается то есть это не настолько это не как проверка активность это реально делается руками не очень сложно но с другой стороны давайте я это оставлю в качестве правда не буду давайте если интересно спросите потом меня можете вместе сделать но что вы меня что дальше бывает подозрить мы дело разобрали какие-то очень частые случаи это потребовало довольно сильно серьезных вычислений что же делать в общем случае как подходить вообще к задаче о нахождении точек конечного порядка но у нас есть же теорема базовая она не поможет она неэффективна почему у нас уже есть эти точки порядка 2 значит это z2 в степени 3 то есть 8 уже есть нет 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 у нас есть не за два в степени 3пост у нас есть z по 2z в квадрате сумма двух точек сумма двух точек равна третьей ааааа то есть теорема мазера хотя хотелось давайте можно конечно применять теорема мазера и дойти до каких там да посмотреть еще на порядку на порядок 5 и посмотреть что посмотреть что маленьких порядков нет отсюда все вывести но это не спортивно это все таки теорема мазера глубокий результат давайте докажем по честному что метод который мы сейчас используем для доказательства он на самом деле очень важен он показывает насколько важно менять на котором вы рассматриваете кривую вы это конечно уже знаете в каком-то смысле когда вы ищете решаете уравнение в целых числах вы смотрите на решение уравнения на разрешимость уравнения по модулю b для какого-то по модулю b вот здесь мы тоже будем смотреть на решение уравнения по модулю b или по модулю m как мы это будем делать смотрите пусть п простое число п простое и п не делим знаменателе точке 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 мы можем тогда у нас есть равенство г 0 в квадрате равняется x0 в кубе минус s в квадрате x0 уравнение на точку в нашем. Леш, а вы не забыли про R? То есть нормальное то, что R и P это разные буквы. Это разные точки, это совсем разные буквы. R фиксирован, поэтому маленькая, а это побольшое. Простите, если это непонятно. Давайте я буду писать, что P большое, очень большое и довольно жирное. Так вот, если у вас есть такое уравнение, и P не делит знаменатель в точку с 0 и Y в 0, то вы можете, конечно, посмотреть на это уравнение по модулю P. Не правда ли? Ну, может. Никаких возражений у вас я не вижу. Значит, мы смотрим на это уравнение по модулю P. Оно остается верным равенство. Ну, и если, давайте, пусть P с чертой, это то же самое, что просто точка P по модулю P. Ну, я просто такое обозначение буду писать. П большую точку, точка P большая по модулю P, модуль прословки. Вот. То есть, иначе, да. А есть чертой, это просто кривая E по модулю P. Модуль P. Давайте вопрос еще раз задавал. Не понятно, что точка P. Что? Не понятно, что точка P. P по модулю P, это просто вы берете, это точка, которая, координаты которой принадлежат, значит, точка P с чертой, это просто координаты, точка с координатами, с координатами, принадлежащими ZP в квадрате, ZPBZ в квадрате. Ну, как, вы берете, смотрите, чему равен X0 по модулю P. Это точка, давайте, P с чертой, это точка с координатами X0 по модулю P. И Y0 по модулю P. А, сейчас, Леш, я думаю, что будет вопрос с тем, как переводить акциональное число по модулю P. Все знают, что ZPBZ это поле. Но нет, поэтому берем поделим на знаменателя и получим точку... А если в знаменателе P было? Не было. P не делят в знаменателе как на точке. Я как раз бы собирался спросить слушателей, зачем нужны были эти два условия. Что такое есть? Но вот есть особо умные слушатели, которые уже знают, о чем это условие нужно. Вот. Значит, что значит кривая по модулю P? Это значит, что коэффициенты, что берете уравнение, что просто кривая по модулю P, это коэффициенты берете по модулю P. Получается тоже уравнение. Но надо полировать ZPZ. Вот. Понятно, что произошло? Кому не понятно? Давайте поднимайте руки и задавайте вопросы. Не стесняйтесь. А S мы... P не делит S, это чтобы она не выражена? Правильно, да. P не делит S, чтобы она не выражена. Если у вас P поделило S, и значит, если P делит S, тогда получается кривая над... кривая по модулю P, это есть что такое? Это Y в квадрате равняется X кубе. Но это не вовсе не элитическая кривая, это кривая, которая выглядит совершенно неприятным образом. И на ней, например, точки так складывать нельзя, как у нас, как можно у нас. И вообще на элитической кривой. И вообще она ведет себя гораздо хуже, чем элитическая кривая. Поэтому мы выкинули точки, P делящие S. С ними мы не хотим работать. Мы хотим работать только так, чтобы по модулю P у нас была честная элитическая кривая. Ещё вопросы? Ну, можно считать, что P не равно 2, хотя это не важно. Но, да, важно. Важно, 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 важно. Давайте P не равно 2. Вы правы, спасибо. Извините. Да. Можно вопрос у него не потерь. Вот кривая Y квадрата на X куб рациональна или нет? Рациональна. Он потерь, мы поняли. Рациональна, да. Вот. Она проще, чем элитические кривые. Ну, так вот. Ещё раз. Значит, мы с вами посмотрели на решение вот этого урока Rp равна 0. Смотрите на Rp равна 0. И берём P по модулю, P большой по модулю P маленького и кривую E по модулю P маленького. Значит, если, конечно, на кривой на Z, P, Z тоже можно складывать точки. Мы с вами говорили, что мы складываем точки. Когда мы написали слово, мы увидели, что координаты, что коэффициенты в этих формулах это просто целое число. Можно складывать точки над любым полем. И важно, как это можно назвать. Вот, в частности, можно на Z, P, Z. Давайте это сделаем. И будем смотреть на множество точек. Значит, у нас есть множество точек. E от Z от P, Z. Я буду... Z от P, Z обозначать F, потому что Z от P, Z очень долго писать. F, P, find through with P, I'll be honest. Поэтому я буду... Конечная польза с P или нет. Вот. Так вот. Значит, ещё раз. Убейте, есть чертой. P с чертой принадлежит E с чертой от F. Это мы убедились. То есть, P с чертой, координаты P с чертой удовлетворяют уравнению вот этой вот кривой по модулю P. Ну, конечно, мы просто взяли это уравнение и привели всё по модулю P. Поэтому, конечно, как точка удовлетворяла, так она и останется. Что ещё замечательно? Что R, P с чертой тоже равно нулю. Ну, как у вас были... Как у вас было равенство нулю, так как вы умножили, вы могли... Неважно, умножать ли над конечным полем или умножать над полем рациональных чисел. Всё равно формула умножения одни и те. Вот. Поэтому для сложения одни. Поэтому это равенство верно. Но, смотрите, мы специально взяли, что R простое. Мы посмотрели, сделаем так, чтобы R был простым. Так? Значит, никакая меньше... Смотрите, если R был бы непростым, то может так случиться, что R P с чертой равно нулю, но это непорядок. То есть, есть какое-то меньшее число, для которого существует ОК, что K P с чертой равно нулю. Такое могло бы случиться. У нас это не случается, потому что R простое. Вот. Так как R простое, то K P с чертой не равно нулю для любого K не равного единицы. А? Да, единица у K. К меньше, я же. Вот. То есть, смотрите, из точки... А чем нам не равны единицы? А чем же мне... Нет, не улюбивши ли его не одна? А чем единица нас не устраивает? Ну, да, единица устраивает. Простите. Спасибо. Я... Единица, я жал, по другой причине бывает. Они смешаются с этой причиной. Так вот, мы получили. Что... Это может быть не так просто для восприятия, но, тем не менее, важно это понять, этот метод рассуждения, который мы делаем. Мы взяли что-то по модулю P и получили из точки... Конечно, из точки рациональной, из точки E в группе E от Q. Группу E от Q искуда исследовать сложно. Точку в группе E от F, E сверто от F, которую исследуют просто. Ну, относительно просто. Давайте теперь что-нибудь скажем про группу E сверто от F. Ну, первое, что напрашивается, это то, что рак конечный, группа конечных. Не правда ли? Если вы решаете уравнение, Y квадрат равняется X кубе минус S квадрат X по модулю P, то несложно видеть, что у вас конечное число решений, потому что конечное число вариантов для X и Y конечные. То есть группа вот этого конечного. А в конечной группе гораздо проще жить. Что можно, например, вывести про эту конечную группу? Нам поможет, на самом деле, нам поможет следующее лем, для того, чтобы доказать, завершить доказательство для теоремы, нам поможет следующее лем. Что-то наше предложение. Нам поможет следующее лем. Лема такая, что порядок группы, давайте обозначим эту кривую, E, S. Ну, E с индексом S. Кривую, связанную с конечными числами, это обозначим E с индексом S. Так вот, порядок группы E, S, а D в P равен. Мы можем его вычислить. Чему будет равен? Он равен P плюс 1, если, ну, к сожалению, не всегда можем вычислить. В половине случаев. Если P равняется 4K плюс 3. То есть, если P простой виды 4K плюс 3. Сейчас вы увидите, где это условие возникает. Давайте сейчас оттянем вот это под вами доказать. Доказательство. У всех фермер клеммы понятно? Нет? Непонятно? Кому непонятно? Кто уже потерялся? Вы потерялись. На каком моменте вы потерялись? Давайте попробуем реанимировать некоторых людей. Неснорительных людей не потерял. Сначала лекция, подойдите. А у нас, получается, что у нас, получается, мы рассматриваем только это зачисленное решение. Мы рассматриваем решение уравнения, лежащее в F P. Z в P Z. То есть, то есть целое число потом угономили? Да. Все. Да. То есть, получается, что для какой-то очень большой кисло P, получается, что значит, вы получаете очень много точек? Нет, потому что не все точки по морю P приходят из аэционального. Вот видите, да. Может, у нас могут реанимизироваться. Вы можете точку бесконечного порядка, может прийти в точку, она придет в точку конечного порядка, потому что точки бесконечного порядка над конечным полем, ну как они будут? Не, могут появиться новые точки, так же, они будут. Ну, новые точки тоже, да, могут появиться. Ну, в общем, могут появиться. Так, доказательства. Давайте докажем это утверждение. Как это докажем? Ну, на самом деле, мы будем доказывать это совершенно детским способом. Посмотрим на уравнение, мы смотрим на уравнение X квадрата, Y квадрата, это X квадрата, минус S квадрат X. Какое замечательное состояние? S это вот эта вот кривая. Наша кривая, которую мы исследуем, и S это кривая, которой мы занимаемся. Смотрим на это уравнение. Какое свойство замечательное есть чисел вида 4K, простых чисел 4K плюс 3. Кто-нибудь может придумать какое-нибудь замечательное свойство? История. Ну, почти, да. По модулю P свойства. По модулю... Да, какие? Да. Но минус 1 то ли вычет, то ли не вычет. Не вычет. Не вычет. Минус 1 не вычет по модулю P. Вот. Что? Если P равняется 4K плюс 3, то минус 1 не вычет по модулю P. Не вычет это значит, что... Я слышу шепот вопросов. Это значит, что не существует такого T, что T в квадрате сравнимо с минус 1 по модулю P. Это значит, что минус 1 не вычет по модулю P. Иначе, говоря, если вы любите символы жандра, то символы жандра этой штуки равен минус 1. Чем же это нам поможет? А вот чем. Давайте посмотрим, что происходит, когда разменяем X на минус X в этом уравнении. Что происходит? Если заменить X на минус X, то здесь вылезет минус. Давайте я напишу Y квадрат минус X в кубе минус S квадрат умножить на минус X это просто минус то же самое выражение, что здесь. Минус X в кубе минус S квадрат в X. Правда? Да. А они там есть. Их просто плохо видно. Вот так. Вот здесь скобки есть. Я правда вынес знак минус этой скобки. Значит, что можно отсюда какой вывод? Понятно, что я сделал? Нет, не очень не видно. Не видно. Давайте я еще раз подпишу. Вместо X поставил минус X. Вместо X поставил минус X, пока больше ничего не сделал. Это можно даже было не писать. Значит, что отсюда следует? Что если X в кубе минус S квадрат X квадрат по модулю P по модулю P то минус X в кубе минус S квадрат минус X не квадрат модулю P по модулю P и наоборот потому что собственно по худой причине что минус единица не вычет по модулю P если вы не квадрат умножите ну в кубе не квадрат это квадрат в ум prospective квадрат это квадрат определение квадрата на квадрат это не квадрат вот всё теперь мы можем посчитать количество решений вот этого уравнения почему можем посчитать количество решений потому что ну во-первых есть решение да Когда эта операция применима? Эта операция применима при x, не равном нулю. Если x равно нулю, то, конечно, x равно минус x, и поэтому все неинтересно. С другой стороны, решение этого уравнения при x равно нулю, конечно, существует. y равно нулю. То есть у нас есть решение 0,0 и плюс еще точка на бесконечности, точка O, которая включается в эту группу. Поэтому давайте посчитаем количество элементов e, s и d, p. Количество элементов равно следующему. А x не должно быть и равно плюс минус s, по-моему. Да, ну, вообще-то, может быть, и не равно, но... Ну да, нас же интересует x кубе минус s квадрат x не равно нулю. Да, x кубе минус x квадрат x не равно нулю, правильно, спасибо. Так, плюс минус s, 0. Да, нас интересует, чтобы вот эта штука была не равна нулю, иначе... x равно нулю, и ничего не интересного. Вот, es от f, порядок es от f равен. 4 исключительных точки. Вот эти 4 точки, которые мы уже с вами упомянули. Плюс... Плюс количество оставшихся чисел в f, p, минус 3 пополам. Почему минус 3 пополам? Потому что 3 точки мы выкинули, 0 плюс минус s мы выкинули. А пополам, потому что ровно половина из них дают вам решение этого уравнения. Какие мы не знаем, какая половина, но как ровно половина дает вам решение этого уравнения. Из того, что если у вас есть одно решение, то что у вас точки разбиваются на пары. Одна дает, другая не дает, одна дает, другая не дает. Собственно, поэтому и половина. Нет, раз-два это не надо. А? Поэтому у нас... Ну да. Итого. А тем, от которой половина, те все точно дают. Все точно дают. А почему тогда нельзя взять P4K плюс 1 и сказать, что там минус 1 как раз таки вычет, и тогда будет просто все. Просто вы не можете? Нет. Нет. Если у вас есть известно, что x дает точку порядка, тогда минус x не дает. И наоборот. Но вы не знаете, какие x не дают и какие дают. То есть будет происходить следующее, что у вас сейчас все разбилось в точности на паре из тех, из кого получаются 2 и из кого получается 0. А для простых этих 4 как 7 будут парить тех, кого получаются 2 и 2, и кого получается 0 и 0. Но неизвестно будет ли этих пайпоев. Вот. Так. Значит, вот эта двойка берется из очевидных соображений, что если у вас элемент квадрат, то у и минус у являются решением соответствующего уравнения. То есть квадрат и правая часть не равна 0, то у квадратного уравнения два решения. Если мы знаем, что одно существует, но второе точно есть, оно не равно первому. Поэтому здесь надо количество решений этого уравнения. Правая часть будет квадратом для p-1 поделить, минус 3 поделить на 2 значение. Так, чтобы она не образовывалась. Но еще надо умножить на количество квадратных корней разу знака плюс данного числа. Поэтому получается ровно p плюс 1. Но это и требовалось нашей теореме. Теорема доказательств. Погласили доказательств. На самом деле, в качестве общего образования это можно посчитать число точек для p равных 4k плюс 1, но оно уже не будет постоянное. Оно будет зависеть от некоторого параметра, который связан с решением некоторых уравнений целых числых. Вот такой вопрос. А я правду, что тогда получается, что у любой кубики на поле МФ, где p и минус по 0,4, будет центр симметрии? Для любой кубики. Ну, у вида y квадрата на b ответить. Да нет, я не верю. Сэн, что вы называете центр симметрии? Ну, кстати, смену. Давайте поговорим потом с вами. Я не очень понимаю вопрос. И когда я пойму, я думаю, что я смогу ответить мне вот да или нет. Да или не знаю. Ну вот. Хорошо. Значит, вот так. Вот мы доказали лему, но теорему мы еще не доказали. У нас основной задачей было доказать предложение про точки конечного порядка. Да, еще раз меня немножко прервали. Я хотел сказать, что до первого четыреха по центру тоже можно посчитать порядок группы. Он выглядит сложнее. Вообще тот факт, что порядок этой группы можно посчитать, для людей, которые немножко знают больше, это связано, такое замечание связано с тем, что кривая имеет так называемую кривая с комплексным умножением. То есть, группа кольцо эндоморфизмов этой кривой больше, чем z. Что такое кольцо эндоморфизмов, как это устроено, я не буду объяснять, но кривая с комплексным умножением, это такой удивительный объект систематики, с которой связано безумное количество красивых вещей. Например, ну, в качестве такой забавы, давайте полностью отступление, я думаю, вы устали немножко из того, чтобы следить за сложным доказательством. Немножко отопьем на забавном моменте. Давайте посмотрим на это число е в степени пи корней из 163. Число абсолютно дикое, трансцендентное. А почему? Теорема Гельфонда Шнайдера, по-моему. Теорема Гельфонда Шнайдера говорит, что она трансцендентная. Это некоторая теорема, которая непростая, которую можно почитать доказательства. Но, если вы начнете его читать как бы то ни было, руками или калькулятором, то вы посмотрите, что это число на самом деле очень большое. А, извините, а почему теорема Гельфонда Шнайдера из не е, не пи? Гельфонда Шнайдера из а в степени b, также в это алгебраичное. Ну, правильно, да. А, е... Нет, а, е в степени... Е в степени и пи равно минус единицы. Да. Поэтому об этом читании, наверное, можно думать только минус единицы в степени... Это минус единица в степени корень из а в степени. И корень из а в степени. И. И поэтому это теорема Гельфонда Шнайдера. Это хорошее замечание, действительно, потому что, может быть, не совсем очевидно, почему это теорема Гельфонда Шнайдера. Вот ещё раз, ещё один пример, показывающий пользу комплекции числа. Так вот, если вы начнёте читать это число, то вы обнаружите, что вот это число равно... Ну, давайте я напису формулу. 640 тысяч, 320 кубер. Понятно, что это число довольно большое. Плюс 733. Ну, я попытаюсь написать компактную запись, можно было просто написать десятичные знаки. Это не может. Вот. Вот. А дальше начинаются нули после запятой. Это его целая часть. А после этого идёт ноль. И вот эти вот нули будут... Сколько бы вы думаете? 12 штук? Вот. После этого, конечно, пойдёт какая-то странная... Катя Мисакович. Вот. Есть. Связано же, я знаю, с... Тем, что некоторая кривая электрическая является кривой с комплексом умножения. В нём многое эндоморфизма. Эта кривая связана с некоторым другим объектом, с так называемым минимумом квадратичным полем, в таком квадратичном поле, в таком квадратичном единице. Вот. Ну, что это такое, я, к сожалению, сейчас говорить про это не могу, иначе мы вообще никуда не придём. Вот. Мне хочется ещё чуть-чуть сказать о том, что происходит с Антоном Дайером. До доказательства теоремы много немного осталось. До доказательства предложения много немного осталось. Не знаю. Вот. Вот такая вот разочинка. Давайте вернёмся к нашим... Ну, к баранам, что ли. Вот. Так вот, как же доказывать наше утверждение? Мы с вами посчитали порядок группы... Посчитали порядок группы ЕС от РП. Вот. ЕС от РП равняется П плюс один при П сравниме с 3-4. Что мы можем вывести из этого равенства? Что мы можем вывести? Ну, мы знаем, что РП равняется 0, И порядок элементов в группе РП с чертой равняется 0. Порядок элемента группы в группе делят в порядок группы. Всем это известно. То есть Р делят П плюс 1. Понятное рассуждение? Это стандарт теремы Магранда, потому что порядок элементов в группе делят в порядок группы. Кому не ясно? 734, значит я сейчас это ясно, что-то сейчас это ясно видите, какие внимательные ну что, значит отсюда следует, что Р делят П плюс 1, и это должно быть подозрительно. Правда же? Ну подозрительно, что для любого простого П сравнимо с 2-4, которое кроме конечного числа. Значит, итог, вывод. А подозрительно, где-то здесь, где-то здесь. Для любого простого П П, кроме конечного числа, какого конечного числа? Конечного числа это те, которые делят знаменателем точки П, точки П большое, и те, которые делят С. Вот этих конечных числов, Поэтому для любого числа, простого числа, кроме конечного числа, простого p равного 4k плюс 3, кроме конечного числа, r делят p плюс 1. Вот какой мы вывод сделали. Но согласитесь, это очень странное число. Такого числа не должно. Но для того, чтобы строго это доказать, нам понадобится одна большая теорема, которая называется теорема Дерехлея при альфметических прогрессиях. Я обещал писать по-английски. Вот я сейчас объясню, почему такое. Ну как-то очень странно, что вы берете любое простое число 2x4k плюс 3, любое, и оказывается, что r делят p плюс 1. Ну, это может быть 2. Ну, странно. r мы выкинули. r мы выкинули. r у нас больше. Больше, а лучше. Вот. Теорема Дерехлея утверждает следующее, что если у вас а и b натуральные числа, при этом а и b взаимно просты, взаимно просты, тогда существует бесконечно много, бесконечно, бесконечно много чисел, простых чисел. Я же не просто чисел, а простых чисел. вида 4а, k плюс b. То есть в арифметической прогрессии с разностью а и свободным, и начальными чиселами b. Вот такая вот теорема. Теорема, например, в частности, отсюда следует, что существует бесконечно много простых чисел вида 4k плюс 3, наверняка вы умеете это доказывать. Отсюда следует, что существует бесконечно много простых чисел вида 4k плюс 1, наверняка уже не все умеют это доказывать. Это чуть более сложный факт. Но и так далее. В любой арифметической прогрессии найдется бесконечно много простых чисел. Доказательство это используют так называемые L-функции диреклет. Про L-функции я скажу в самом-самом конце лекции, буквально пару слов. Но это будет L-функция лектических кривых. Оказывается, что вот здесь тоже возникает L-функция. На самом деле, такое маленькое мета-математическое замечание, что L-функция это такой объединяющий объект математики, который полезен, ну, по крайней мере, в теории лектических, на самом деле, не только в динамические системы, теории особенностей, очень много-много где возникает L-функция. Это такая вещь, которая совершенно непонятна. Почему объяснить это вот так математически не получается? Возникает, на самом деле, оказывается полезным в очень разных областях, и это оказывается совершенно удивительный факт. Вот сейчас мы смотрим в дирекле об лектических прогрессиях. Собственно, дирекле был первым, кто серьезно исследовал L-функции. Они называются, L-функции, некоторые L-функции называются L-функциями дирекле. Это обобщение z-функции Римма. z-функции Римма, наверное, все знают. z от s, сумма, не знаю, что это у нас. Пать больше, но и с нец. Но обобщение z-функции связано с доказательной теоремой. Ну все! Давайте, теперь уже, наверное, очевидно, как выводить отсюда, из этой теоремы дирекле, что таких чисел R не бывает. Как выводить? А они проще, если у вас на этой теореме не будет? Два простых числа, два часа таких, два декабря с один, один и больше в виде детей не заметят, что... И что? А это может открыть только нижнее число? Дело в том, что непонятно. Да, вот это, знаете, значит, нижнее число, и это не очень понятно. То есть это, ну, действительно непонятно. Я не знаю, как бы доказательная теорема дирекле. Вы предложите метод, я буду очень рады. Вот, P равняется 4K умножить на R плюс S. Плюс 3, простите, плюс 3. Возьмем, воспользуемся бесконечностью простых чисел вот в такой арифметической прогрессии. Таких чисел бесконечное число. Таких простых чисел бесконечное число. Но что тогда будет иметь место? Тогда оно идет в хотя бы одно такое число. Для такого числа, для такого числа... Во-первых, оно имеет вид 4K плюс 3, ну, потому что... Понятно. Вот, и для такого числа P плюс 1 равняется 4K умножить на R плюс 4. А R у нас больше равно 5. Мы специально выкинули R равняется 4, чтобы здесь не возникли проблем. R равняется 3. Ну, и все, отсюда следует, что R не делит по плюс 1. Все это противоречие. Вот так вот мы с вами хитрым довольно-таки рассуждением получили, что группа кручения, то есть на нашей электрической кривой, которую мы исследуем, это просто-напросто группа, состоящая из уже известных нам точек O плюс U0, 0, 0, плюс-минус S, может. Вопрос. А в чем проблема твой ключ? Ну, там, по-моему, она идет раньше, что это были проблемы, мне кажется. И какая это группа? Это группа Z2 плюс Z2. Следствие. Давайте следствие. Следствие, которое имеет непосредственно отношение к нашей задаче, конгруэнтные числа. Какое же это следствие? Следствие такое, что ρ, ранг нашей кривой ES, больше ли равен единице тогда и только тогда, когда S конгруэнтно? Почему? Ну, потому что мы говорили, что число S конгруэнтно, тогда и только тогда, когда на кривой ES найдется, напомню, что S конгруэнтно, тогда и только тогда, когда на ES существует точка, рациональная точка x0, y0 с координатой y0, не равной 0. Но что значит, что мы знаем, что все точки кручения имеют y0 координату, равную 0. Ну, еще плюс точку на бесконечность. Ее мы здесь вообще не рассматриваем. Поэтому, если их сок конгруэнтно, то на кривой найдется точка бесконечного порядка. И наоборот, если на кривой найдется точка бесконечного порядка, то их сок конгруэнтно. Кстати, отсюда следует, что если у вас есть один треугольный для конгруэнтного числа S, площадью S, то их найдется бесконечно много. Почему? Потому что вы можете умножать вашу точку, которая вам уже известна, брать ее и складывать с собой. B плюс B плюс P плюс P плюс P и так далее. Сколько угодно раз. Понятно следствие? Казалось бы, мы продвинулись не очень далеко. Взяли какое-то... Я сказал, что ранг это таинственное число. Что же нам надо делать с ним? Как же нам помогать решить задачу конгруэнтных чисел? Но, к сожалению, мне осталось мало, но не очень. Но я постараюсь, тем не менее, рассказать пару слов про гипотезу Берджа Свиннартон-Дайер. Это... Берджа... Свиннартон-Дайер. Бердж... Свиннартон... Кажется, вот так пишется он по-русски. Я не знаю, что... Свиннартон-Дайер. Но надо иметь в виду, что это вовсе Гарл Маркса и Фридрик Энгельс, это вовсе не четыре разных. Человеков, вот здесь тоже не три различных человек. Свиннартон-Дайер — это один человек. Вот. Поэтому... А больше, это вот один человек. Ха-ха-ха! Пересосцентративность? Нет. Да. Хорошо. Ну, давайте сформулируем эту гипотезу. Я... И на этом... ...закончится. Наша... ...пишись, где я сам... ...мира элитических привод закончится. Гипотеза дочерства Дона-Дайера может быть сформулирована вот таким вот образом. Гипотеза. Я могу сформулировать его прямо сейчас без использования функций. Но это не прояснит ситуацию. Впрочем, использование функций для вас тоже не прояснит ситуацию. Для научных ситуаций. Гипотеза. Дорчен-Дон-Дайер. Пески. Как устроить или без д? Как устроена эта гипотеза? Произведение по всем P меньше или равным R количество точек на E над полем из P элементов как P поделить на P Давайте посмотрим на то, как растет это произведение. Оно растет при увеличении F. Это можно пробить. Так вот, утверждается, что оно растет следующим образом. Оно растет, как некоторая константа, зависящая от кривой E. Ее тоже можно выразить через некоторые варианты кривой. Более сложные, чем ранг, и чем все, что связано с группой шварей 4, и возникает тогда. умножить на логарифтки R в степени ровно наш ранг. То есть, вот так вот растет такое произведение. Значит, R — это некоторое число. Мы говорим, при R стремящемся в бесконечность. Но эквивалентность определяется обычно, если у вас есть две бесконечно большие величины, то они эквивалентны при каком-то параметре стремящемся куда? R стремится в бесконечность. Вы берете произведение по всем P меньше 0. Грубо говоря, вы смотрите, сколько у вас точек по модулю P для P меньше заданной границы. Если точек оказывается... Смотрите, чем больше ранг, тем оказывается большое количество точек по модулю P означает то, что ранг большой. То есть, в каком-то смысле информация, то, что я говорил, принцип от локального глобального. Вы смотрите на решение уравнения по модулю P. И оказывается, что структура решения уравнения по модулю P определяет структуру решения уравнения в Q. Так же, как для квадратичных форм. Помните, у нас была теория Менковского-Хасса, что если уравнение разрешимо по модулю M для любого M, для любого нормального числа M, то оказывается, что исходное уравнение, ну и разрешимо в R, то исходное уравнение разрешимо в рациональных числах. И здесь то же самое, только гораздо более тонко. Здесь мы ранг вычисляем, исходя из знания, как устроено количество решений по модулю P. Естественно предполагает, что большое количество точек над Q даст большое количество точек над простым полем. Ну почему? Потому что ясно, что чем больше у вас точек над Q, тем больше вы можете взять по модулю P, и тем больше вы получите точек. но вот то, что имеет место такое феномен, это удивительно и красиво. На самом деле догадались до биггодицы Берджисон Дон Дайер и Берджисон Дон Дайер именно таким образом. Они смотрели на элитические кривые, считали количество точек по модулю P, считали ранг, и оказывалось, оп, оказывалось совпадение, вот такой вот рост. Рисовали картинку, график, смотрели на какие-то произведения, что-то, рисовали график, и получали вот такой вот картинку. Давайте в качестве последние несколько минут я сформулирую другой вариант этой гипотезы, в которой уже можно к нему приблизиться и можно пытаться его доказывать. Вот этот вариант этой гипотезы невозможно. Пытаться доказывать абсолютно непонятно, как его делать. Вот другой вариант гипотезы доказывать. для этого и придется ввести, например, элитические кривые. Что такое элитические кривые? единица, давайте идем в локальный множитель этой элитической кривой. Будем писать, что это единица минус АП, П в степени минус С плюс П в степени единицы минус 2С. Ну, давайте будем считать, что дельта Е не равно нулю по модулю П. Где дельта Е не равно нулю по модулю П, по модулю П, АП это просто число точек, но только нормализованное. П плюс 1 минус количество точек на Е от ФП. Мы видели, например, что в случае кривой, связанной с конгрессными числами, вот это число для простых видов 4К плюс 4 равно нулю. Оказывается, что имеет место более общая теорема Хацца, при которой я скажу буквально пару слов, что модуль АП меньше или равно удвоенного корня из П. Всегда. То есть количество точек на электрической кривой растет, как количество точек на проективной прямой. С точностью этого маленького поправочного членов. И про это расскажет Роман Федоров. Он обещал рассказать про это. Это связано с гипотезой Риммана над конечными полями. Это называется гипотезой Риммана для электрических кривых над конечными полями. Она не гипотеза никакая доказанная теорема. Связана с очень красивыми методами. Мне, увы, не хватает времени про это говорить. Про это можно рассказать отдельные лекции. Не одну, что собственно Рому Федорову будет делать постепенно, хотя к обеду теорем. Если можно сказать все-таки одно слово, то как раз это утверждение, что тех самых ПА из двух 2-2 решений и 0-0 решений у нас примерно поевну отклоняются не слишком сильно. Ну, если хотите верить в это утверждение, у нас иногда решений 2-0 для одних так вот что их все-таки примерно поевну того и другого. Да, это может быть смешно именно так. Спасибо. Это правильно. Давайте почему нам это хорошая оценка? Это значит, что вот этот член, что эта штука растет не очень быстро. ЛФ от Е от С растет не очень быстро. Давайте теперь напишем Л-функцию эллиптической кривой. неполную функцию. Да, здесь надо было написать минус 1. Это можно не писать, можно писать, но лучше минус 1 писать. Здесь надо запрещать эллиптической кривой. Л от Е с это есть бесконечное произведение по всем П, не делящим дискриминантом Дельта Е. Вот этих вот Л П от Е с. Значит, эта штука сходится при Ре от С больше равно двойке. Больше двойки. Собственно, сходимость этого произведения при Ре от С больше двойки следствия Теарима Харс. Это можете проверить для тех, кто умеет исследовать бесконечное произведение. Это не сложно. Совсем просто. Значит, вот, наверное, теперь мои слова о том, почему надо писать, что L-функция такой мистический объект, который непонятно почему возникает, становится немножко более понятным. А приори, вот так вот, если берешь эту функцию L с потолка, не очень понятно, как догадаться, откуда она берется, вообще что с ней делать. Вот. Вот оказывается, что она безумно полезна и в качестве последнего последнего штриха лекции я сформулирую пару теорем и гипотез. Теорема, значит, теорема называется гипотеза Танияма Шемура или бывшая ну почти Танияма Шемура это вот тот японец, про которого про которого была и убившая на словах. Танияма Шемура и второй тоже в том, что А это тот же самый Андрей Ли. Вот. Она же теорема Уайлса, которая связана с последней теоремой Т. Так вот, теорема заключается в следующем, что Л от Е С допускает, продолжается доаналитической функции на всем доаналитической доаналитической функции на С. Что это значит? Ну, давайте я скажу это, к сожалению, многие из вас не знают, что аналитическая функция, но это не страшно. Давайте я попробую сказать это своими простыми. Давайте возьмем эту функцию Л от Е-С. Она, как легко видеть на самом деле, раскладывается в ряд Тейлора. Раскладывается в ряд Тейлора в любой точке, где вещественная часть С больше твой. В любой точке. Ну, понятно, потому что это легко проверить, просто посчитайте производным, ограничить, может, сходиться там все. В общем, она очень мало, очень, видите, эта штука, если С большое, с большой вещественной части, то эта штука очень маленькая, и, в общем, понятно, что очень близко к единице, поэтому понятно, что у вас можно разложить Л от Е-С, значит, Л от Е-С раскладывается в ряд Тейлора в, например, точке Е сравняется вдвое. Вот, оказывается, гипотеза Танияма Шумура-Вейли или теорема Вайлоса утверждает просто-напросто, что этот ряд сходится на всей комплекте репутатов. Все. Больше ничего. Теорема эквиваляется в том, что ряд сходится в цех. Ну, те, кто знает теоремическое продолжение, я думаю, что они сразу понимают, что это то же самое. Теорема эквиваляна в том, что ряд просто сходится, какой-то ряд от Тейлорского. Почему эта теорема полезна и применяется к теореме Ферма, абсолютно отсюда непонятно. И есть много переформировок этой теоремы, есть переформировки красивые, геометрические, комплексно-аналитические, вот, есть реформировки из термин представления КВА в терминах, много чего другого. Это все от нас сейчас далеко, это отдельный сюжет, очень красивый, связанный с термой Ферма. Давайте я последний штрих, это переформулирую гипотезу БСД. Гипотеза БСД с ними словами. Ну, смотрите, Л от ЕС это теперь у нас функция, которая задана на всей комплексной плоскости, причем еще зараскладывается в ряд Тейлора. Давайте переразложим ее от Тейлора в другой точке. Давайте разложим Л от ЕС в ряд Тейлора в точке единицы. Там, где на самом деле изначально вот эта штука в единице вовсе не сходится. Ну, разложим ее в единицу плюс что-то там, плюс какая-то там CE1 умножить на что-то такое на S минус 1 степени RE плюс 1. Вот такое вот разложение в ряд. Это все члены большего порядка. Это концепция CE не сетка давая CE6. слома C1 и так далее. А если это не какое-то что-то написано. А что это написано? А степени RE. Гипотеза утверждает следующее. Гипотеза утверждает следующее. Тогда пусть вот это верно, пусть разложили этот вариант, тогда РОЕ равняется RE. Это называется равенство аналитического ранга и алгебраического. Оказывается, что ранг, вот это число, которое получается из аналитических соображений, оказывается равным совершенно алгебраически заданному числу или даже геометрически заданному числу получаемым с помощью касательных, текущего и всему, что с этим связано. Вот. Ну, в качестве, может быть, маленького-маленького последнего замечания, давайте у меня не сохранилось LB, но давайте у вас сохранилось, наверняка у тех, кто пишет, LB от точки 1, если подставить, просто грубо подставить точку LB от E 1, то вы получите вот такое выражение 1 минус AP умножить на P минус 1 плюс P минус 1. Отредление AP у вас сохранилось и вы получаете, что это равно ничему иному, как порядок E от FP поделить на P, который участвовал в первом уроке теоремы у гипотез дольчественного дольчественного дольчества. Да. Да, 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 да. Порядок, E отверток, P поделить на P. Просто подставили единицу сюда. И понятно, отсюда следует, что, ну как не следует, по крайней мере на интуитивном уровне понятно, что вот эта гипотеза должна быть связана, гипотеза изначально про произведение связана должна быть с гипотезой про L-функции. Оказывается, это так. К сожалению... А то есть, это не понятно. А вот эти функции число S уже любым может быть? Число S в смысле любым. Это предложение в ряд Taylor в окрестности точки единицы. Не, ну так, вы определили функции R и S. Да. S это число. Оно, в данном случае, может быть, действительно... В любом комплекте. А, ну да. Вот. Но вы можете разложить ряд Taylor в окрестности точки и сравнять с единицей, после этого вот дать такое равенство. Члены выше более высокого порядка. Можете сказать, что предел при... Если поделить L от E S 9 на S минус 1 в степени R-е равном числу не равном нулю. Извините, что я вас задерживаю. Я понимаю, что задерживаем, но последние минуты нас хочу хоть и досказать. То есть, отсюда ведется следствие, что S конкурентно тогда и только тогда... Давайте... N конкурентно вот. Тогда и только тогда, когда L от E N в точке единица равно нулю. Почему? Ну, потому что тогда и только тогда, когда RAN больше равен единице. То есть, тогда и только тогда, когда число вот это вот значение L-функции равно нулю. Вот. Дальше, если бы у меня было бы еще время, я бы вам бы рассказал бы, как посчитать значение вот этой вот L-функции. оказывается, оно выражается через значение T-функции, так называемое. Коэффициенты, вернее, через коэффициенты в разложении ряд T-функций. Вот. Совершенно удивительным образом. Абсолютно непонятно, откуда это берется. Это связано с одной формой целого веса, полуцелого веса. Вот. Ну, по крайней мере, надеюсь, отсюда уже стало понятно хотя бы, как связать задачу конкурентных числов с каким-то, априори, с каким-то равенством, с каким-то равенством на другие числа, как было формулировано в критерии Танула, про которые я говорил в самом начале в анонсе моего курса. Вот. Ну, на этом я к сожалению завершаю. мне придется остановиться здесь. Надеюсь, что вам понравилось все это нагромождение математических методов, начиная с геометрии, аугебры, заканчивая логикой и анализом, с чем только нет поселения. Вот. Спасибо вам большое. АПЛОДИСМЕНТЫ